И вот посмотрите, слова для политиков это система распознавания свой-чужой, где важно что за словами. К нам прилетает Нетаньяху, встречается с Путиным. В сочинской резиденции прессе достаются слова о необходимости борьбы с терроризмом и необходимости сохранения исторической памяти. Не в первый раз происходит такая сверка часов, когда Путин и Нетаньяху говорят в унисон. Такое было в День памяти жертв Холокоста, в День Победы. То есть каждый раз, когда Нетаньяху приезжает на встречу, тут наши позиции полностью совпадают. У нас объединяет одинаковый подход к проблемам прошлого, к проблемам Второй мировой войны. Еврейский народ пострадал, пострадал так, как может быть никто другой, если не считать русского народа. 25 миллионов у нас погибших. Президент Израиля пригласил меня посетить Израиль в начале следующего года, как раз в связи с этими событиями, с освобождением Освенцима и Дня Холокоста, с большим удовольствием приеду в Израиль. Буду очень рад видеть вас в январе. Мы будем отмечать 75 лет освобождения концлагеря Освенцима. И в это же время мы планируем открыть памятник героям блокады Ленинграда. Мы никогда не забудем тот огромный вклад, который внесли российский народ и российская армия для победы над фашистской Германией. Я это всегда подчеркиваю при каждой возможности. И это справедливо. Это правда. Да, это справедливо и это правда. Но ведь за этой сверкой часов еще и другое. Израильские газеты уже подметили. Нетаньяху уверен, что подобрал ключ к разговору с Москвой. И после слов благодарности за то, что сделал Советский Союз в годы войны, следуют слова уже о том, что сегодня Израилю важно. И еще до визита пресс-служба Нетаньяху объявила цель обсуждения действий Ирана на Ближнем Востоке. И Нетаньяху прямым текстом по итогу объявляет. Я предупредил Россию, что для нее Иран тоже опасен. Я уверен, что не всегда часы Москвы и Тегерана совпадают. И он знает, что завтра в Анкаре Путин встречается с Эрдоганом и Рухани. И тут очень острый момент. Эрдоган уже объявил, что Турции запрещено иметь ядерное оружие. И это уже неприемлемо для нее. И Иран объявил, что снова увеличивает обогащение Урана в ответ на американские санкции. Что это? Может быть слова, а может быть и нет. Ведь Эрдоган явно начал свою войну против Трампа. И уже появилась аудиозапись того, что на самом деле происходило в Стамбульском консульстве с саудовским журналистом Хашоги. Там его последние слова и слова его убийц из Рияда. И эта запись была только у турецких спецслужб. Почему она появилась? Потому что это те слова, которые могут стоить Трампу место за дружбу с принцами. И Иран одновременно объявляет, у нас есть секретное оружие, которое позволит нам отомстить всем врагам. А это что? Обида на то, что Макрон предложил 15 миллиардов долларов компенсации за потери от американских санкций. А Вашингтон все переговоры заблокировал. И просто пообещал 15 миллионов тому, кто поможет разрушить финансовую систему стражей исламской революции. И Израиль при этом в стороне остаться явно не может. Он играет на повышение, постоянно объявляя, что иранская угроза растет. Но Тайм пишет, растет не угроза, а влияние Ирана на Ближнем Востоке сильнее Израилю никто угрожать не стал. Зачем тогда Нитаньяху всех пугают? Все может быть очень просто. Это слова. Он дает Трампу повод выйти на большую дорогу и действовать по законам Дикого Запада. Зачем? О, затем. Он никого не пугает. Просто вот так выходит в мировой политике. Сюда же президент таких гиперсуверенных стран, как Россия, отчитывается перед жидомасонским лобби, которое представляет Нитаньяху. Как говорил мой батя, потомственный русский фашист, пора мочить всех евреев. Я же сторонник более мирного существования с евреями. И я умею различать нормальных евреев от жидов, которые хотят захватить мир, уже захватили мир и его гробят. И слова Зейналовой «лишь вода». Поэтому приступим, как пелось в одной песне, поэтому приступим сразу... Ой, тихо, 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 не сюда. Поэтому приступим сразу к новостям. Так. Самая обсуждаемая тема лета и сентября, про которую не высказывался только ленивый, такой как я. Голова Кабмина сообщил, что намерен провести серию совещаний для подготовки изменений в трудовое законодательство с целью перехода россиян на четырехдневную вместо пяти рабочую неделю. И начал он серию совещаний вместе с председателем профсоюзов России господином Михаилом Шмаковым. Медведев говорил Шмакову, что надо создать более гибкий трудовой кодекс, который позволил учесть пожелания работников и работодателей. Шмаков в ответ заявил, что было бы неплохо ввести счет не рабочим дням, а рабочим часам. Этот тип отработал ты в будущем 16 часов, то на следующий день можешь на работу не приходить. Кроме изменений трудового кодекса, Медведев хочет изменить и сами нормы заключения трудового договора между работником и работодателем. Медведев хочет туда включить, помимо условий места работы, времени работы, порядка учета времени работы, так называемую удаленную занятость. Это когда ты работаешь не в офисе, а дома через интернет. Шмаков вторит Медведеву, что в этом случае не должно быть ухудшено для работника его положение. Шмаков привел пример, что во Франции 35-часовая рабочая неделя, к примеру, а у нас 40-часовая рабочая неделя. Правда, последствия 35-часовой рабочей недели мы сейчас видим в виде протестов тех самых желтых жилетов во Франции. Люди при введении 4-дневной рабочей недели не должны получать меньше, заявил Шмаков. Ну да, конечно, так и поверим. На самом деле, правительству некуда деваться, и скорее всего, они ведут 4-дневную рабочую неделю, как бы не уверяли в том, что это всего лишь эксперимент. И дело тут не в цифровизации, не в том, что роботы заменят людей у станков, а дело в том, что экономически российское правительство одно из самых слабейших в мире. Вообще, экономика это беда России на виду с дорогами и дураками во власти. Давайте-ка вспомним, когда Медведев первый раз заикнулся при введении 4-дневной рабочей недели. 11 июня этого года. И вот так вот, чисто случайно, именно 11 июня 2019 года, американское правительство заикнулось о новых санкциях против России. Это же неспроста. Ну и кто теперь поверит, что западные санкции неэффективны против России, а еще как эффективны. Благодаря им у нас теперь пенсионный возраст наступает не в 60, а в 65 лет, а скоро будет 4-дневная вместо 5-дневной рабочей недели. То есть, вы видите, американские санкции, ух и еще как влияют на жизнь в российском государстве. Вот что говорит известный экономист Евгений Гондмахер про 4-дневную рабочую неделю в России. И вот, цитата, будет установлен рабочий день вместо 8-10 часов в день. Это, вопреки заявлениям Шмакова, скажется на оплате труда. Она будет меньше у работника. То есть, работать будут больше, а получать будут меньше. Хоть формально, и будут отдыхать 3 дня. В этом вся суть реформы Медведева. Потому что Россия с ее килоэкономикой просто не потянет 4-дневную рабочую неделю с 8 часами в день. Особенно на нерентабельных предприятиях, которые есть массово в России. Работников будут просто при 4-дневной рабочей неделе переводить на неполную рабочую неделю. И как следствие, возрастет серая экономика. Она от себя добавлю, и это многим не понравится. В том числе и мне не нравится. Россия процветала не при 4-дневной рабочей неделе и не про 5-дневке, а при 6-дневной рабочей неделе после войны в 50-х, 60-х годах 20-го века. Да, мне самому это не нравится, вкалывать 6 дней вместо 5 дней. Но факт есть факт. Именно при этом графике Россия процветала. Да-да, с одним выходным днем в неделю. А вот когда Брежнев ввел 5-дневную рабочую неделю, то сразу начался застой. А тут тебе еще хлеще предлагают укороченную 4-дневную рабочую неделю. Значит не просто застой, а гиперзастой будет. Ровным счетом потому, что министры и депутаты привыкли работать не 4 дня в неделю, а всего только 3. Когда, какие удержания могут... Ну что значит удержания? Когда и при каких обстоятельствах пенсионный фонд Растие может урезать пенсию? В пенсионном фонде пояснили, когда и за что могут уменьшить пенсию. Когда я говорил, что при Путине, при его 4-м сроке будут снижены зарплаты и пенсии, мне не верили. А сейчас пенсионный фонд объясняет, за что с вас будут удержания. То есть за что с вас будут снижаться пенсии. А учитывая то, что среди размер ее, как правило, невелик, вы дорогие патриоты Единой России и Путина скоро будете питаться только хлебом и колодезной водой. Для вас пенсионный фонд вот что придумал. Теперь если будет дана санкция от местного правительства, от мэра и губернатора, то вам снизят пенсию. Как это уже сделал экс-губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин. Также теперь людей, судья, любого суда, любой инстанции может урезать пенсию, издав специальное постановление на его счет. И лишит части его пенсии на основании того, что пенсионер не заплатил вовремя за квартиру и коммунальные услуги. А они сейчас составляют половину пенсии. А когда четвертый срок Путина закончится, квартплата будет составлять всю пенсию. И никаких вам пересчетов и субсидий не будет. Кроме того, если у вас есть деньги и вы... Кроме того, если у вас есть дети и внуки, то с вас могут снять до 70% пенсии на их содержание якобы. То есть вы представляете себе, содержите вы сами детей, сами их кормите. А тут приходит чиновник из пенсионного фонда, смотрит, у вас же дети, вы им конфеты, сладости покупаете. Вырезаем вам пенсию. И это все положено по закону, да. А помните акцию, когда перед выбором пенсионерам доплачивали по 5000 рублей перед президентскими выборами 2018 года из бюджета? Так вот, теперь по новым правилам. Если вам доплатят из бюджета по 5000 рублей, то 2000 рублей осядут на счета пенсионного фонда. И вам доставится не 5000 рублей, обещанное правительством, а всего только 3. С чем я вас поздравляю. А если вы накинете жалобу на местное отделение пенсионного фонда из-за того, что вам там нагрубили или заставили сидеть в гигантской очереди по 8 часов в день, то это самое отделение пенсионного фонда, местный районный отдел имеет право снять с вас пенсию и лишить вас всех льгот, которые вы заработали честным трудом. Да, все это положено по закону и нормативным актам пенсионного фонда. Также, к примеру, если вас выселяют, ну что значит выселяют, дают вам новую квартиру, но не в центре города, а за городом или же на окраине, то тоже пенсионный фонд имеет право снизить, урезать пенсию в размере до 50%. Пенсионный фонд заявляет, что в 2020 году средняя пенсия составит, внимание, 15 средней пенсии, то есть еще не самая маленькая, 15 тысяч рублей, это всего лишь 15 раз за месяц сходить в магазин, 15, а не 30, а остальные дни голодать несчастным пенсионерам. Вот что вам советуют в пенсионном фонде. Хотя какие 15 раз сходить в магазин? Аква-плата, не 15 раз в магазин, а всего-то раз в 10 в магазин в месяц и целых 20. 21 день у среднего пенсионера будет времени на голодовку и жестокую вынужденную диету. Вот такие вот порядки в пенсионном фонде для вас, что называется, с любовью, а на самом деле с лютой ненавистью подготовил пенсионный фонд. Ибо, как стало известно, античеловеческие антигуманные правила нужны сотрудникам пенсионного фонда для того, чтобы можно было обладать собственностью на сумму 970 миллионов рублей и иметь доход в размере 80 миллионов рублей. Еще раз, пенсионеры получают 15 тысяч рублей в месяц в среднем, а руководство пенсионного фонда России получает 80 миллионов рублей в год и 300 тысяч рублей в месяц. Вот у нас почему-то поджигают жилые здания и даже двери и даже в офис ФСБ на Лубянке. А надо на самом деле поджигать офисы пенсионного фонда и сжигать таких чиновников, которые живут фактически на вашу пенсию. В частности, надо подвесить на фонарном столбе руководителя пенсионного фонда Дроздова Антона Викторовича, ибо он обладает собственностью как раз на указанную сумму 970 миллионов рублей. И эту собственность он приобрел именно когда стал руководителем пенсионного фонда. А пока американские санкции и собственные политиканы из Кремля уменьшают без того микроскопическую пенсию и будут так делать и дальше, если мы их всех не накажем. И еще одна новость, которую все обсуждают, но до которой лично мне не было никакого дела. Это про нашумевший концерт абсолютного пьяного в стельку Билана в Самаре. Вы понимаете, дело не в том, что он был пьян, а дело в том, что когда он был пьян, он плохо пел. Это вот только великим, таким как Фредди Меркури, удавалось быть пьяным и хорошо петь. Это тот редкий случай, когда лучше было послушать фонограмму, чем живое выступление самого артиста. Что уж до меня, а я самарец, живу в этом городе, хоть концерт был бесплатный для жителей, я на него не пошел. Предчувствуя неладное, и в тот день отправился на городской пляж. Билан сам признал, что он был пьян и плохо выступал на концерте в Самаре. Однако есть подозрение, что это не алкоголь пьянил Билана. Блогер Лена Меру утверждает, что Билан в Самаре принимал лютую дозу наркотических средств. Никогда так не делайте, как Билан. Она изучала взгляд Димы на концерте, его выражение лица, а также как он неестественно пил якобы воду на концерте. И пришла к такому выводу, что Билан не был под градусом, он был под наркотой. И мне всегда было интересно, как так во всех странах есть аналоги ДИАИ, службы по борьбе с наркотиками, которая у нас правда была ликвидирована, но сейчас не об этом. А о том, что мнимые рок- и поп-звезды употребляют и даже этого не скрывают, а в это время службы, которые должны следить за оборотом наркотиков, пиздействуют. Вот мне всегда было интересно, как это так выходит, урок-поп-звезд. Но как-то вот так вот, как-то им все прощается. Ну, в общем, для них закон не писан, во всех странах, но только в России за наркомана заступаются другие звезды, очевидно, тоже под наркотиками. Так, Филипп Киркоров, который совсем недавно тоже опозорился на другом городе в Сочи, обматерив журналистов на конкурсе «Новая волна», сказал, что все мы не без греха в коробке. Ну, вы поняли, да, не без греха в коробке. Дима, он артист, он с большой буквой «Артист» и с косячком в кармане. Все забудется, все прокурятся, дым рассосется, нос снюхается, зато честно признался, что он, Билан, был пьян. Благодарю, честно. Так сказал, ну, скажем так, так мог сказать Филипп Бедросович Киркоров про Билана, который теперь не поп-король с легкой руки журналистов издания 360. Ему этого мало. Теперь он не поп-король России. Теперь он генерал армии звезд. Вот как теперь звучит его официальный титул. Но как говорил Хью Лори в образе доктора Хауса в Силгуд, и Билан признался, что он пьян, потому что, как сказал депутат Милонов, если у него была пьянка в Самаре, то это ничего. А если он был под кайфом, то это серьезный повод задуматься. А когда депутаты задумываются, то это обычно приводит к новым статьям в Уголовном кодексе Российской Федерации и к новым посадкам, в том числе и по старым статьям Уголовного кодекса Российской Федерации. Так что Билан признался, что он пьян не потому, что он не был пьян, а потому что иначе он бы не участвовал больше в мероприятиях за бюджетные деньги. Это как минимум. А как максимум пошел бы по этапу за сбыт употребления, распространения и, наверное, даже пропаганду наркотических средств. Также версию о том, что Билан был под кайфом, подтверждают другие участники концерта в Самаре. Телеграм-канале Юбаджур. Однако не только Билан вел себя странно на концерте в Самаре. Дальше в дело вмешались чиновники Самарской областной администрации и сначала запретили новый концерт Билана в Самаре с извинениями перед жителями города, но потом все-таки разрешили певцу спеть 29 сентября бесплатно в Самаре. То есть, когда Билан заявил про новый реально бесплатный концерт Самаре уже не только для местной публики, но и для его самого, то местные чиновники запретили этот концерт сначала, потом разрешили, потому что концерт Билана 8 сентября был не совсем бесплатный. Ему заплатили за выступление ко дню города, как я уже сказал, из бюджета. Но мы-то с вами прекрасно знаем все эти схемы, когда певцу платят на концерте одни деньги, а по сметам выходит, что платят в 2-3 раза больше, чем реально платят певцу. Разница оседает в кармане у местных чиновников. И тут даже в Самаре известно, в каком кармане деньги от провального выступления Билана осели. Дело в том, что после скандального концерта Билана в Самаре губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым был уволен министр культуры Самарской области господин Филиппов. Теперь понятно, кто получил откаты и дивиденды за приглашение нетрезвых, а может даже и под кайфом звезд в Самару. Это, в частности, экс-министр культуры Самарской области Сергей Филиппов. Теперь он руководит Самарским драмтеатром и продолжает получать откаты, но не так уже грубо и явно, а от звезд театра, а не эстрады. То есть, чтобы этому чиновнику не шили срок, его просто перевели на другую сферу деятельности. То есть, фактически пьяный Билан под наркотой в Самаре снял самарского регионального министра культуры коррупционера в большой степени, вот как. Хоть он и не привлекался к ответственности. В общем, про концерт Билана в Самаре можно сказать так. Так, пьяный победитель Евровидения под наркотой на службе у коррупционеров города. Ну что ж, 29 сентября ждем Билана в Самаре. Под соусом не забудем, не простим. И как надо, ему отомстим. После полутора лет домашнего ареста Кирилл Серебренников вышел под подписку о невыезде. Сколько у нас там времени? Ой, вот я не вижу, 27, хорошо все. Про Кирилла Серебренникова. После полтора лет домашнего заключения Кирилл Серебренников, кино и театр режиссер, вышел под подписку о невыезде. На моем канале есть видео, за что задержали Кирилла Серебренникова, где я четко указываю, его задержали за недопустимый в российских реалиях фильм, где ученик российской средней школы сталкивается с религиозным фанатиком и фанатизмом РПЦ. Но весь его класс, в котором учился ученик по сюжету, в основном атеисты. И в итоге ученик совершает самоубийство. Ух, простите меня за спойлер, но это важно, ибо получился неплохой фильм, и сразу после его выхода Кириллу Серебренникову прошли следователи Следственного комитета и ФСБ с обысками, и не только в дом, но и в его театр, где просто всех артистов положили мордой в землю, указав тем самым, где сейчас находится театр в России у силовиков. Отчасти в этом виновата и известная телеведущая Ксения Ларина, которая работала в театре Сатирикон и позволила со сцены жесткие высказывания против власти. С этого момента власть решила давить театральную и киноинтеллигенцию, которая не подчинена на союзу кинематографистов Михалкова. И вот они нашли козла отпущения, кого можно было задержать и много времени протомить в тюрьме Кирилла Серебренникова. Ибо если давить театр с эти икон, это было бы слишком сатирично. Тем более власть думала, что Кирилла Серебренников уже не такой важный и известный режиссер, как тот же Михалков. Из-за него никто не вступится. Нет. Вступились, так еще как. Писали письма Путину. Выходили на улицы Москвы с прогулками до администрации президента. Люди, которые вообще ни к театру, ни к кино отношения не имеют. А тут еще у власти начались другие проблемы, связанные с Московской городской думой и с Навальным. И это и этого там наверху никто не ожидал. И действительно, ну подумаешь, какой-то режиссер снимает или ставит спектакль о воровстве. Да в спокойное время на него бы налетели Средственные комитеты ФСБ. Но когда Алексей Навальный делает ролики гораздо более опасные для власти, чем какой-то фильм или спектакль, то тут из двух зол выбирают меньшее и отпускают Серебренникова из-под домашнего ареста. Так спокойнее будет всем и властям. Но есть один нюанс. Серебренников вовсе не на свободе. Да, он не сидит в тюрьме и даже может покинуть свой дом, но не Москву и не Россию. он остается под подпиской о невыезде и его дело вернули на доследование. Суд это сделал для того, чтобы не признавать вину следствия, но в то же время и не отправлять лауреата Каннского кинофестиваля по этапу. В общем, суд принял. половинчатое решение и подвесил дело Серебренникова в воздухе. Словно власть сказала, Кирилл, будешь рэпаться, подавать встречные иски, снимать не то кино, что нужно, делать не те спектакли, которые нужно, то уже мы тебя посадим всерьез и надолго. а нет, через какое-то время, когда все утихнет, сможешь покинуть Россию, а мы закроем глаза на твою подписку о невыезде. Но Кирилл Серебренников не из робкого десятка, и он объявил, что будет подавать встречный иск к действованным прокуратуре следакам ФСБ и Следственного комитета России против него и его театра Гоголь Центра. Однако давайте-ка согласимся о том, что иногда ожидание наказания хуже самого наказания. И я напоминаю, что еще раз Кирилла Серебренникова не оправдали, а отправили его тело на доследование, которое может растянуться до самой доследования на долгие года, а потом все-таки прийти в финальную точку оглашения наказания, когда уже Серебренников постареет и тюрьма для него будет в 150 раз хуже переносима, чем сейчас. Это, безусловно, иезуевское, иезуитское наказание со стороны сучьего комитета или сокращенно СКРФ Кириллу Серебреннику под соусом правосудия и гуманизма. заметить, что я ни слова не сказал про то, что, в чем обвиняют Кирилла про хищение 133 миллионов рублей из бюджета. Во-первых, воруют больше, и в том числе на кино и театре, привет Мединскому, а во-вторых, у обвинения был только один свидетель, и это бухгалтер седьмой студии Нина Масляева, которая получила от следствия Таицит Серебренников и признала свою вину. Но самое главное это то, что дело Серебренникова передали в октябре 2017 года в Нищанский суд Москвы. Если бы дело Серебренникова рассматривали судьи Басманного суда Москвы, который стал нарицательным синонимом несправедливости, черствовости российской власти, то тогда Серебренникову пришлось бы сесть далеко и надолго. А так как его дела под нажимом других режиссеров и известных театральных деятельностей все-таки передали не в Басманный суд, не в Басманное правосудие, а в Мищанский суд, Мищанский суд отпустил Кирилла Серебренникова. В общем, в Кремле сочли, что Кирилл Серебренников не опасен для них, когда он на свободе, ну и на относительной свободе, нежели чем когда он сидит. Что, конечно же, правильно. А иначе пришлось бы ему с авторитетами в Кате пить чайфир целых 15 лет. Но, к счастью, как замечает политолог Михаил Виноградов, государство проигрывает культурную войну, ибо она не научилась создавать что-то альтернативное Гоголь центру рассаднику либеральных мыслей и идей. И поэтому логично было отпустить Кирилла под подписку с чем, чтобы снизить внимание к театру. Ведь энергетика театра пока сильнее государства. С чем я вас и поздравляю о Серебреннику удаче с новыми работами. Он теперь может снимать фильмы про ошибку следствия и ставить неплохие постановки про российский суд. Самый негуманный и бесчеловечный в мире. Но тут суд поступил верно. Потому что не передали дело в Мечанский суд, а не в Басманное знаменитое правосудие. Вообще, если ваше уголовное дело и гражданское административное дело рассматривается именно Басманный суд Москвы, то вы все равно будьте виновным. Так что советую добиваться рассмотрения в других судах, а не в Басманном суде. Крупные нефтяные объекты загорелись в Саудовской Аравии из-за атаки дронов. В ночь на прошлую субботу на двух нефтяных объектах саудитов произошел пожар. В результате атаки беспилотников, а также пострадал крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод. Удивительно, но он находится не в России. То есть даже в золотой для родины нефтегазовой отрасли Россия отнюдь не на лидирующих позициях. Нападение совершено дронами ровно в 4 утра, говорится в сообщениях МВД саудитов. Это сделали иеменские хусито-подстанцы в ответ на военные действия против них, а и бомбежки саудитов подстанцами в Йемене, аравийскими самолетами ВВС. Саудовская Аравия и США обвинили Иран в технической поддержке хусито-плеситов для нанесения удара по саудитам. В ответ на это Иран пригрозил закрытием Персидского залива для нефтяных танкеров в США. Пентагон уже объявил, что собирается направить Саудовскую Аравию американских военных для потенциального их участия в Йеменском конфликте против Ирана на превышенность возрастает на Ближнем Востоке, а значит цены на нефть тоже растут. Это самое интересное, ведь поверь в то, что Иран может сам за тысячу километров от своего государства координировать атаку дронов, но вы знаете, Иран, конечно, посильнее будет, чем Ирак, чем Йемен, и даже, возможно, чем Саудовская Аравия, но не настолько, чтобы координировать атаку дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии. И тут древние ищи кому выгодно, а выгодно это кому? Кто получает барыши от того, чтобы цены на нефть в ходе этой провокации поднялись вверх до небес? Кто получает барыши? Кто кто? Россия! Вот кто! У кого хватает наглости и отвязанности это сделать, передать дроны Ирану, чтобы тот передал их по станциям Куситам? Ответ России и ее внешнеполитическому руководству и действительно смотрите у Куситов нет никакой технологии для атаки беспилотниками на саудитов. Ирану не зачем сейчас обострять ситуацию, ибо в любой момент израильские МВС по прямому приказу с Вашингтона могут нанести удар по Ирану. А Москва тут вроде бы не при делах, но еще как при делах. Казне нужны крупные нефтедоллары, а для этого нужна провокация. И вот она свершилась на Ваших глазах. У Куситов даже нет элементарных боеприпасов для танков. Это слова признанные признанного эксперта на Ближнем Востоке Сатановского. А у Ирана хоть есть ракеты с десятиэтажный дом таких технологий как дроны у них нет. Они не способны пока делать свои беспилотники. И вспомним как наши пропагандисты в программе открытый эфир на звезде просто захлебывались слюной гордости рассказывали про атаку беспилотников на Саудовскую Аравию, а шлюнки текли у них. С чего вдруг в эфире российского федерального телеканала так смаковать эту атаку хуситов на нефтяные заводы Саудовской Аравии. Так что на телеканале звезда чуть ли не спалились что это мы атаковали нефтезаводы Саудитов. Вспомним не так давно еще была атака дронов на российскую авиабазу Хмимим и атаку удалось не просто отбить а посадить вражеские дроны в целости и сохранности на базу а потом эти дроны российская власть вполне могла передать как и Ирану так и иеменцам для атаки их на нефтяные базы Саудовской Аравии. Это было сделано только лишь с одной целью увеличить цены на нефть чтобы нашим чиновникам было где а самое главное на что справить и новый год и 4 ноября. во всем виновата Россия у нас будет резкий скачок смертности директор института гематологии имени Рукачева откровенно в интервью известием о проблемах в российской медицине и в частности об онкологии сколько произошла полная катастрофа в результате принятия нескольких законов государственной дуры Российской Федерации начали исчезать лекарства которые ежедневно необходимы пациентам в том числе и лекарства для химиотерапии на смену им приходят абсолютно некачественные дженерики российского производства которые не лечат а калечат пациентов пропадает даже элементарный хлорид натрия которая великая и могучая русня почему-то не смогла производить сама на зависть украинской медицине более того никто этой проблемой даже не собирается заниматься и это реально гуманитарная катастрофа дженерики вовсе неплохи однако в Россию сейчас они закупаются из Индии и Китая и имеют массу примесей которые надо чистить кроме того в дженериках из Китая и Индии часто не сохраняется действующее полезное вещество и поэтому чем дешевле дженерики тем они хуже то есть думайте из-за политических разногласий и ура патриотизма в России поставляются некачественные лекарства со всего мира в загнивающей пендосии любой производитель дженерика проверяет его сам по три раза и делают много ступенчатые этапы очистки а в светоносной России откровенно говоря мошенники производят препараты такие как фуфоламицил но тем не менее в России есть фирма которая производит действительно хорошие препараты однако они не собираются производить дешевые препараты это слишком невыгодно для них там в рассаднике гейлиберализма администрация по лекарствам и пищевым препаратам США с оконченным ФДА субсидирует производство дешевых лекарств а у нас министерство здравоохранения занимается не пойми чем но не субсидирует лекарства дешевые для больных у нас Минздрав занимается сплошной показухой показухой в частности министра Скворцовой правда в данной ситуации она не виновата но тем не менее мы мы то есть обычные врачи отправили письмо в Минздрав но ни ответа ни привета идут запросы на препараты из регионов а у нас в центре их попросту уже нет в центре Рогачева покупают лекарства за счет благотворительных фондов но они не могут обеспечить всю страну лекарствами решение Медведева закупать лекарства абсолютно правильное однако как рассказывает директор центра Рогачева Алексей Масачан ситуация в корне это не изменит нужно отмена всех законов которые препятствуют закупке и продаже западных лекарств в России однако и это доправляю я этого не будет ибо Россия влезла своими щупальцами на Донбасс и в Крым получила ответку в виде санкций решил ответить на ответ своими контрсанкциями и в результате чего начали гибнуть в прямом смысле собственные граждане с чем я вас всех и поздравляю ибо запад сказал ах раз так ну тогда посмотрим сколько вас выживет уважаемые тупоголовые россияны без наших лекарств пьюшки западные производители с российского рынка дженериков и с российского рынка лекарств то есть российская власть сознательно убила конкурентов нашим фуфломицилам чтобы производить некачественные лекарства по дешевой цене это самое важное продавать их своим же гражданам втридорого и не только своим а еще из таких развитых и дружественных стран закупать лекарства как Индия в которой моют белье до сих пор в реке и у которой реки загажены жуткой антисанитарии прелестно и за это никто отвечать не будет пока в России не сменится высшая власть которая кстати любит лечиться в Германии зная прекрасную ситуацию в российской медицине на бабло важнее здоровья какого-то там обычного россиянина и выходит то что выходит со слов директора центра Рогачева российская медицина уже не способна лечить ликозы и пересаживать костный мозг хотя до принятия закона о лекарствах могла но исчезли из оборота многие лекарства необходимые для сложнейших операций по дурости в том числе и медведевы депутатами госдуру не говоря уж про Владимира Владимировича вдумайтесь со слов директора центра Рогачева они сейчас даже не могут сделать простой накос не потому что не хотят или не знают как его делать а потому что не могут без западных препаратов это делать а это влияет не только на то что пациенты чувствуют адскую боль при простой операции но и на то что наши врачи не могут диагностировать забелевания на ранних стадиях ибо диагностики на ранних стадиях просто нет в государственной программе по медицине точнее врачи занимаются диагностикой на ранних стадиях лишь за деньги пациентов и еще одна проблема заключается в том что центры используют жестокие методы лечения большим количеством анализов то есть больной мало того что не выздоравливает хоть заплатил большие деньги за операцию так и его врачи в российской медицине сознательно пытают 35% больных умирает в России не от болезни а от последствий операции в частности химотерапии сейчас на западе появляются новые новые методы лечения без химотерапии но даже нашему центру наше государство не говоря уж про обычные областные больницы в регионах не выделяют деньги на клинические исследования то есть врачи вынуждены печкать больных лекарствами которые вообще непонятно как действуют на организм с точки зрения медицинской науки в общем браво из-за вашего ура патриотизма люди не могут получать западные лекарства а врачи ставят правильный и своевременный диагноз зато я могу поставить диагноз всему российскому государству и российскому обществу в целом это диагноз расшизма популизма при котором кричат мы самая великая страна а потом идут в поликлинику случись что а в поликлинике им говорят анализы за свой счет операции за свой счет таблетки за свой счет так что страшилки детей о том что врачи не лечат а убивают о том что в скорых полно трупов вполне могут оказаться реальностью вот так вот вот эту женщину уже не спасти неизвестные похитили идущего изгонять Путина Путина из Кремля шамана якутского шамана Александра Габышева неизвестные люди похитили на границе Бурятии и Иркутской области трасса была перекрыта ФСБшными мразями рассказал его сторонник и тоже шаман Виктор Егоров их было несколько десятков ворвались и повалили его на землю Виктор спрашивал у силовиков а что собственно происходит но ничего но силовики ничего не ответили и не показали никаких документов а значит задержание происходило незаконно задержание тире избиение шамана происходило в поселке Выдрину другие жители поселка не пострадали Якутский шаман Александр Габышев уже шестой месяц идет вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы оттуда в 2021 году он хочет изгнать Владимира Владимировича Путина из Кремля давно пора он справедливо считает президента России порождением всех темных сил с которыми высшим силам поручено биться как раз с помощью бубна Александра Габышева за обои чем двух тысяч километров пути Габышев пообщался с сотнями водителей которые его поддержали в деле изгнания Путина из Кремля и эти ролики доступны на ютубе и советую всем патриотическим троллям пуканоидам с ними ознакомиться чтобы выбить дурь патриотизма из ваших голов Голова Бурятии Александр Циденов опубликовал странное сообщение что всем надо немножко притормозить наверное он имел ввиду силовиков и саманов а вот что ему отвечает бурятский народ притормозить нет с новой силой вперед на Кремль пусть сначала освободят всех политзаключенных в Бурятии долой кумовство и коррупцию шаман красавица может быть скинемся ему на самолет до Москвы в общем МВД Бурятии и управление федеральной службы безопасности по республике Бурятия отмекиваются от задержания Габышева но тем не менее шьют ему дело по статье 282 экстремизм можно было сказать что да шаман не от мира сего ну что будет когда он доберется до Москвы и даже до Красной площади ну постучит он там в бубен и все какая здесь угроза для Путина но нет в Бурятском МВД уверен что шаманы могут представлять опасность для высшей власти России подтверждает тезис Габышева о том что все зло в России исходит из Кремля Путин как человек православный боится ритуалов шаманов и всяческих их угнетает и презирает вместо того чтобы задуматься а почему шаманы выступают против него и почему они его считают источником всего зла внутри страны а вот потому что надо было смотреть мою программу точнее мой канал на ютубе я здесь подробно объясняю почему Путин на темной стороне села так что выходите шаманы Москвы а я уверен что такие есть Кремлю на Красную площадь и проводите свои обряды в знак следовности с Александром Габышевым ха-ха-ха высшая власть обычно боится свержения ядерной войны вторжения пришельцев и хрен его знает каких еще глобальных катастроф в обычных странах этого она боится а в России высшая власть боится шаманов шьет им экстремизм так что надо думать так что надо бить в барабаны дудеть в бубны смотреть дудя и помогать воину света Александру Габышеву побыстрее выйти из бурятской темницы циклопутин настолько боится шаманов что даже попросил евреев на встрече с Нитаньяху помолиться за него около стены плача это еще одна причина зачем премьер-министр Израиля приехал к к православному царю телепрезиденту на этой уходящей неделе пусть пусть будет акция постучим бубном шаманов на красной площади шаманы объединяйтесь вы страшная сила для российской власти свободу Александру Габышеву это я призываю бурятских права охуителей ну там еще был скандал в том что вышли значит Габышев поддержал протестующих на митинге против мэра Улан-Удэ за что видно и поплатился так что дуйте в бубен в барабан ну что ж на этом все ну еще осталась личная новость вы знаете осень прекрасна я как уже сказал в этой программе был на пляжу и вы знаете да было холодно но в великой реке Волга было еще тепло а холодно было от ветра так что советую вам закаляться и даже в плюс 14 и в 12 ходить на пляж и купаться в реке вот такой вот совет а ну и конечно же дудеть дудеть в барабаны что есть мочи пока